Нет бумажки, нет человека. С этим утверждением полностью согласны сотрудники любого казенного учреждения. Зона не исключения. На одного осужденного, подозреваемого или обвиняемого есть десятки, если не сотни документов. Все из-за своей секретности существуют только в печатном виде, никакой электронной базы. Их заполняют, ведут и хранят сотрудники отдела спецучета. Работа спецотдела очень ответственная, потому что сроки содержания под стражей по УПК контролируются надзирающими органами прокуратуры и судами. То есть у нас есть специальный участок, который следит за этими сроками. По истечении срока содержания под стражей мы заключенного освобождаем по 50-й статье Федерального закона о содержании под стражей. Бывает, что подозреваемый освобождается на подписку о невыезде. У обвиняемых и подозреваемых, рассказывает Светлана, много свободного времени. Поэтому папки с делами объемные. В них в основном жалобы на систему и прошения. Жалоб очень много, потому что у обвиняемых, подозреваемых и осужденных очень много прав. Ну а соответственно у нас обязанности. Спецучет занимается и доставкой корреспонденции. Лично в руки, в камеру. Это не частная переписка, а документы из судов и следственных органов. Их передают строго под подпись. Введение сотрудников спецучета и отряд хозобслуги, то есть уже осужденные. Офицеры для них выправляют личные документы. Все осужденные при освобождении должны быть документированы паспортами. То есть бывают такие факты, что факты утери и соответственно обмен паспорта по достижению определенного возраста. Сегодня я вызвала на прием осужденного, у которого была утеря паспорта. Мы с ним заправляем опросный лист для предоставления в МС по Ивановской области. Он указывает причины утери паспорта и соответственно место жительства и при каких обстоятельствах была утеря. В следственном изоляторе номер один областного центра содержится более 600 человек. И за каждым нужно проследить документально. Если на день или хотя бы на час просрочить перевод или освобождение спецконтингента, офицеров ждет проверка. Бумажной работы очень много, потому что у нас 8 самостоятельных участков. И на каждом участке объем работы бумажный, порядком объемный. В среднем за месяц у нас прибывает около 250 взрываемых, обвиняемых и осужденных. Ну и бывает порядка такого же количества. Архивы с личными данными в уголовной исполнительной системе должны храниться в среднем 15 лет.